Разбил окно и пробрался в офис. Полицейские задержали молодого человека по подозрению в краже. Момент преступления зафиксировала камера видеонаблюдения. Несмотря на все попытки сбежать, поймать злоумышленника удалось в кратчайшие сроки. Попасть в помещение офиса молодому человеку не составило большого труда. Судя по этим кадрам, он отлично знал, где стоят компьютеры. Схватив несколько моноблоков, он ушел так же быстро, как и пришел. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный незаконно проник в помещение и похитил два моноблока. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Благодаря камерам видеонаблюдения, полицейским удалось быстро установить личность грабителя. Им оказался 25-летний казанец. Как выяснилось, за плечами молодого человека уже есть несколько судимостей. Сейчас полицейские занимаются поисками проданных им компьютеров. В настоящее время подозреваемый допрошен и отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренное статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража, продолжается. Полицейские разыскивают подозреваемого в изнасиловании. В конце декабря в полицию поступило заявление от 19-летней жительницы Казани. Девушка рассказала, что ее в собственной квартире изнасиловал неизвестный. По словам потерпевшей, в 11 часов дня она открывала входную дверь своей квартиры, когда сзади на нее напал незнакомый мужчина. Злоумышленник толкнул ее в квартиру и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По описанию девушки был составлен фоторобот насильника. Полицейские также изучили записи камер видеонаблюдения, установленные на близлежащих домах. На одной из записей потерпевшая опознала нападавшего. На вид преступнику 30-40 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза светлые. Всех, кто может оказать содействие в установлении личности предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, полицейские просят обращаться в отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани по номерам 294-50-75 и 8-917-299-06-71, 8-965-58-707-84. Необычный эксперимент провели казанские блогеры. Они сняли ролик, проверив казанцев на неравнодушие. Попав в интернет, за несколько дней это видео собрало больше 50 тысяч просмотров. Согласно сценарию, на остановке улицы Толстого, несколько человек в масках похитили человека и увезли его в неизвестном направлении. Как в этой ситуации повели себя очевидцы, узнавал Максим Глупцов. Сегодня посмотрим реакцию казанцев на похищение человека. Спецоперация по задержанию преступника и не похищение человека. Эти кадры больше похожи на оперативную съемку, чем на любительское видео. Несколько крепких мужчин хватает прохожего и силой усаживают на заднее сидение иномарки. Следующие несколько секунд и вовсе походят на моменты из остросюжетного фильма. Нас забирают в отдел, ребята. Не знаю, что будет дальше. Как выяснилось, прохожие все же не остались в стороне и позвонили в полицию. За несколько дней это видео разлетелось по всему интернету и набрало десятки тысяч просмотров. Созданием подобных роликов казанский блогер Нариман Хуснулин занимается совсем недавно. Признается, что идея с проверкой людей на неравнодушие была отличной, но, как оказалось, не совсем безопасной. Преподнесли мы нормально и, мне кажется, сыграли тоже нормально, но хотелось бы, чтобы люди как-то лучше реагировали на это и как-то вмешивались, потому что такая ситуация может случиться с каждым человеком и нужно, чтобы как-то не оставались люди равнодушными. В данной ситуации хорошо из себя появили только полицейские, быстро сработали, слаженно. Молодой человек рассказал, что в отделе их продержали совсем недолго. К социальному эксперименту полицейские отнеслись с пониманием. В отношении водителя транспортного средства 1995 года рождения возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях управления транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков и под пункт 1.1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации движение транспортных средств по полосе для маршрутных транспортных средств. Сейчас так называемые уличные пранки набирают популярность. По всему миру блогеры пытаются рассмешить, испугать или удивить случайных прохожих. Разница только в том, что кто-то готовность и ответственность за свой юмор, а кто-то нет. По словам казанцев, пресс он будет аккуратнее. Подобный розыгрыш уже не повторим, во-первых, уже никто не поверит. Ну, какие-то более спокойные пранки, розыгрыши можно, но не ограниченные с какими-то правонарушениями. Авария с участием автомобиля такси произошла на улице Ершова. При совершении недопустимого маневра машина таксомоторной компании оказалась на пути внедорожника Hyundai. В результате сильного удара автомобиль-нарушитель отлетел на другую сторону дороги, а таксиста зажало в салоне. На месте аварии побывал корреспондент Искандер Тулбаев. Ладно, я достану. Достану, я сейчас тебе дам. Давай, выходи тихонечко. Куртку я возьму. Вот сумку с документами не забудь, самое главное. Это его документы здесь. Возьмите, пожалуйста. По рассказу очевидцев, Hyundai двигался по трамвайным путям, в то время как справа от него в том же направлении ехал автомобиль такси. Внезапно на перекрестке с улицы Искры Логан, невзирая на предписание знака, пошел на разворот. В ходе сильнейшего удара в левый бок Рено откинуло на несколько метров, и он лишь чудом не оказался на пути других машин. Вот он ехал, и вот с той машины как раз, получается, разворачивался. То есть он ехал оттуда, да? Да, вот получается, с той машины он ехал прямо и хотел здесь совершить разворот. Да, просто разворот. Да, разворот хотел совершить под знак, получается. По предварительным данным, таксист спешил на встречу с очередным клиентом, так что в момент ДТП в машине он находился один. Вся сила удара пришлась на дверь водителя. Избежать травм не помог даже пристегнутый ремень безопасности. Удар очень серьезный был. Мы же сами таксиста вытаскивали. У него все полы погнуло там. То есть его еще отбросило, получается? Да, конечно, он докуда, да. Значительные повреждения получил и внедорожник Хёнду. Машина оторвала бампер и смяло капот. Однако, находившиеся там люди не пострадали. Внезапный отказ тормозной системы автомобиля Део Матиз стал причиной ДТП на улице Бутлерова. Здесь малолетражка под управлением автоледи врезалась в стоявшие на светофоре внедорожники. Солкновение вышло несерьезным. Однако, хозяйка Матиза рассказала, что сильно испугалась, поскольку такое с ней произошло впервые. После того, как участники ДТП немного успокоились, они сами составили схему ДТП и направились на разбор в ГАИ. Три автомобиля столкнулись на пересечении улиц Декабристов и Королёва. По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель Тойоты, который выехал на перерез автомобилю Ки. Невольным участником аварии стала и Лада 14-й модели. По рассказу хозяйки Ки, она едва успела тронуться на загоревшийся зелёный сигнал светофора. Внезапно возникшую с левой стороны Тойоту девушка, по её словам, заметить никак не могла. Вид ей загораживал грузовик. В итоге, после удара с Ки, Тойота не только не остановилась, но ещё и налетела на стоявшую на выезде 14-ю. Слева от меня КамАЗ стоял, и вот эта машина Тойота, чёрная, она выезжала, не убедилась, что вообще никто не едет прямо. Я не знаю, на какой свет, конечно, она ехала. И она прям вылетела, и то есть мы тормозили как могли, но мы в неё влетели в бок, она вот туда отлетела. Похоже, что свою вину водитель Тойоты признавать не спешил. Хотя, если учесть, что 14-й в момент ДТП стояла на месте, то логично предположить, что для машин, едущих по улице Королёва, в тот момент горел красный свет. В итоге, потерявшая задний бампер Тойота вдобавок налетела ещё и на забор. Объяснить, как и почему всё произошло, водитель не захотел. Если в дальнейшем его вина будет доказана, то ему придётся возмещать урон хозяевам сразу двух повреждённых машин.